Поговорим о ситуации в Мелитополе с городским головой. Иван Федоров с нами на связи. Иван, здравствуйте. Иван Сергеевич, приветствуем. Да, приветствую вас. Только что у нас в эфире был сюжет о том, как оккупанты на временно оккупированных территориях налаживают так называемое с их стороны правосудие. А что вы можете рассказать об этом в Мелитополе? Как работают суды? Кто в них работает? Это коллаборанты? Или может быть, что называется, понаехавшие? Если россияне присылают в Мелитополь своих работников судов, судебной системы, то почему? За что? За деньги? Или это, может быть, какие-то идейные люди едут? Расскажите, что знаете. Ну, точно судами, эти инстанции я не называл. Это судилище, это какой-то фейк, который они сегодня организовали, работу которого для своей пропаганды и для того, чтобы показать видимость, вроде бы как, выстраиваются какие-то государственные системы. Почему везут гастролеров из РФИ и почему у них с этим есть сложности? Все достаточно просто, потому что ни один мелитопольский судья, который работал до 24 февраля, действующий судья, не согласился сотрудничать с врагом. Поэтому у них есть сложности, им пришлось завозить судей, искать каких-то пенсионеров. Абсолютная правда, что две пенсионерки из Мелитополя, которые на ранее были судьями, согласились сотрудничать с врагом. Ну, это точно не действующие судьи, это те, кто ушли на пенсию ранее. Но поэтому большие сложности у врага с организацией данного процесса, потому что никто не согласится с ним сотрудничать. Но также, к сожалению, мы видим и первые результаты работы данного судилища, когда людей за наличие украинского флага, за наличие украинской символики, за наличие украинских песен в телефоне, в целом за украинскую позицию, в первую очередь, привозят в данные суды, выносят приговоры от, не знаю, там, от нескольких месяцев административного штрафа до трех лет лишения свободы. Мы уже видели такие случаи, когда девушку, которая растоптала русский флаг в Мелитополе, судили на три года, если не ошибаюсь, лишения свободы. Поэтому только для того, чтобы усилить террор и репрессии на территории временно оккупированной, придуманы данные структуры. Иван Сергеевич, мы очень часто с вами говорим о том, что творят оккупанты на украинской земле, которую они временно контролируют, ее части. А скажите, пожалуйста, что конкретно тянет вот тех самых понаехавших, тех самых гауляйтеров и ставленников Кремля других на временно оккупированные украинские территории? Ну то есть зачем они туда едут? Я думаю, что тут ряд вещей нужно взять во внимание. В первую очередь это деньги. Потому что сегодня российская власть покупает всех тех, кто приезжает на временно оккупированную территорию деньгами. Легко привезти примерно на медицинских работниках. Если средняя заработная плата во временно оккупированном Крыму медицинского работника составляет примерно 20 тысяч рублей, то во временно оккупированном Мелитополе они могут платить медицинскому персоналу до 100 тысяч рублей. Единственная приставка. Зачастую эта работа не в обычном медицинском учреждении, а в российском военном госпитале, который расположен непосредственно в близости с фронтом. Второе, что тянет, это приказ большому количеству чиновников. Заставляют их, дают разнаряд приехать во временную оккупацию и сразу же во временной оккупации им предоставляют жилье. Жилье это объективность ради нашей квартиры, наши дома, которые они на сегодняшний день разворовали и всячески пытаются занимать. И третье, что тянет, это действительно Мелитополь, вся Запорожская область. Это очень комфортно для проживания регион. Комфортно климатически, комфортно географически. Поэтому меня не удивляет, что в целом там жители Чукотки приезжают в Мелитополь для постоянного местожительства, потому что действительно нам удалось с Мелитопольцем построить очень комфортный город, который сейчас враг не по праву занимает. Но приоритет, я уверен, что они отдают деньгам. Именно поэтому приезжают во временную оккупацию, невзирая на все сложности и опасности проживания там. Территория абсолютного бесправия, я так понимаю, можно Мелитополь так называть, в связи с тем, что мы узнали, услышали о работе так называемых судов. Ну и вот много информации о том, что в городе происходит, как угнетают права украинцев. В частности, сообщают о том, что старшеклассникам не будут или уже не выдают аттестаты, если они отказываются от получения российского паспорта. Вы можете эту информацию подтвердить, рассказать более? Да, спасибо за вопрос. Начало бы с того, что это не только бесправие, это беззаконие, потому что сегодня на временно оккупированной части Запорожской области не работают никакие законы. Законы Украины, к сожалению, не работают, потому что территория оккупирована. Законы России тоже не работают. То есть идет просто выемка жилых помещений, ареста людей, забирают людей в плен, и это все не про закон. То есть сегодня есть какая-то там военная у них необходимость, частично военной необходимостью руководит гауляйтербальский представитель ФСБ. То есть беззаконие полное. Что касается выпускников и школьников, сегодня в целом я считаю, что молодежь школьного и университетского возраста это та категория населения, которая более всего чувствует на себе террор врага. Начиная с того, что их заставляют вступать в разного рода организации, такие как Юнармия, Юг Молодой, изучать работу боевых беспилотников в школе и так далее, заканчивая, продолжая тем, что их отправляют в лагеря, в котором уже открыто враг говорит, что им будут промывать мозг. Что касается выдачи аттестатов и что касается паспортизации, то сегодня враг старается еще одну волну сделать для того, чтобы паспортизировать всех на временно оккупированной части Запорожской области. О чем это говорит? Это говорит о том, что, как пример, не выдают вкаты об образовании, вы правильно сказали, школьникам, либо выпускникам университета. Либо второй пример. Буквально на прошлой неделе, в конце прошлой недели, четверг-пятница была поставлена команда одному из медицинских учреждений, которая поликлиника, поликлиническое медучреждение, поставлена задача всем тем, кто стоит на учете, четко составить перечень, кто еще не получил российские паспорта. Поэтому сегодня у врага очередная волна начинается по паспортизации для того, чтобы всячески всунуть в руки нашим жителям тем, кто еще не получил российский паспорт. Спасибо большое. Спасибо, что держите нас в курсе происходящего. Многое меняется, но многое пока что остается еще статичным. Действительно, оккупанты все еще пытаются свои ненужные паспорта раздавать украинским гражданам, которые отказываются это делать. И в подтверждении того, тот факт, что этот процесс раздачи паспортов российских затянулся на такой промежуток времени, до сих пор продолжается и до сих пор безуспешно. Иван Сергеевич, спасибо. Иван Федоров, городской глава Мелитополя, был с нами на прямой связи. Спасибо.